Это совсем, наверное, непросто. Я еще скажу, почему. Ралина Якупова, можно сказать, ее... Знаете, в футболе когда-то существовал приз «Гроза авторитетов» для команд, которые выигрывали у призеров. То есть не входили в призеры сами, но потрепали много нервов лидерам. И вот если бы такой приз аналогичный был бы в фехтовании, то Ралина Якупова без сомнения его получила бы. Потому что в 1-32 финале она победила Екатерину Куклину из Башкортостана, которая занимала в рейтинге шестое место. Затем Ралина нанесла поражение Елене Петровой, петербуржной, которая тоже входит в десятку сильнейших. Если я не ошибаюсь, на восьмом месте. Сейчас я посмотрю. Да, совершенно верно, на восьмом месте. Потом обыграла Дарину Ахполову, тоже достаточно сильную фехтовальшество из Республики Северная Осетия Алания. И, наконец, в четвертьфинале Ралина Якупова сместила с трона петербурженку Александру Сундучкову, действующую до этого момента чемпионку России в этом виде программы. Причем Ралина очень уверенно выигрывала, если я не ошибаюсь, уколов шесть, да? Потом Александра подобралась, сократила разрыв счета до минимума, но все-таки Ралина зажгла один фонарь, выиграла со счетом 15-13. И тем самым Александра Сундучкова трон освободила. Да, Сундучкова сегодня очень уверенно начала еще на групповом этапе, проиграла один бой, но затем собралась, выиграла все остальные встречи, отжиребилась во второй десятке из-за первого поражения. И в дальнейшем бои на вбывание выиграла с счетом 15-13, 15-6. Но вот споткнулась на полуфиналистке уже нынешней Ралине Якуповой. Ну давайте пока тоже самое начало, я немножко в сторону отойду. Я, во-первых, хочу сказать, что не забывайте не только про нашу трансляцию, которую вы видите, но есть у нас прекрасный сайт Федерации Фехтования России, russpensink.ru Там есть система отбора, там есть ссылка на результаты первенства России в Курске. Поэтому, если можно, ребята, как вопрос, скажите, пожалуйста, как отфехтовала кораблина, зайдите, пожалуйста, посмотрите на онлайн-трансляции, потому что, ну, конечно, рассказать, как она отфехтовала результаты мы сказать вам можем, но, наверное, вы и сами можете это посмотреть. Ну так на память я помню, что она первой отжеребилась, то есть лучше всех у нее были показатели победы и уколов, но в дальнейшем проиграла. По-моему, она где-то в 1-16 финал уступила или в 1-8. Ну, если это была верхняя часть сетки, да, то она уступила, видимо, Леане Хакимулиной. Да, я сейчас посмотрел 7-11. Она уступила Хакимулиной. Две минуты прошло у нас, одна минута, простите, прошла в полуфинале, а два укола было нанесено. И представительница Татарстана это сделала. Тоже в очень спокойном темпе проходит полуфинал. Каждый укол вынашивают обе спортсменки. Ну, кстати, представители Татарстана в последние годы очень здорово выступают именно на этих соревнованиях. Если, кроме Александра Сундучкова, который в 2016 году, до этого три подряд турнира выиграли. В 2015 марта Мартьянова, в 2014 модели Авдорахманова и в 2013 динара Даминова. Все представительницы Казанской школы фехтования, знаменитой, известнейшей, давшей нам таких олимпийских чемпионок немало, как Князева, Ля Гелязова, Ольга Князева, Валентина Никонова, как Камила Гафурзянова, серебряная олимпийская медалистка. Это уже позже Ольга Вощакина и многих-многих других. Все они проходили перед Олимпиадой вот через такие локальные первенства, кадетские. И третий укол наносит спортсменка Сатарстана. А до этого подсократил чуть отставание Полины Казаева. Да, 3-1 в первый период здесь не так быстро развиваются события, как в предыдущем бою. Вот Полина Казаева выходила, пробивалась на пьедестал почета здесь прямо перед нами, на красной дорожке, которая расположена перед нашей комментаторской позицией. Встречалась именно с Анной Довиченко, последний, можно сказать, последний из макикан, хотела сказать, последний из оставшихся фаворитов в этом соревновании, второй номер всероссийского рейтинга. Начали. Ну, Полина поначалу уступала, но ей постоянно подсказывала ее тренер, и Полина ее слышала, сократила разрыв счета, сравняла, вышла вперед. Правда, потом у Довиченко тоже, видимо, может, сама поняла, может, тренер тоже подсказал. Снова перехватила инициативу, но где-то за секунд за 10, по-моему, до конца сравняла счет Полины Казаева, а на приоритете нанесла победный укол, выиграла. Ну, и вот теперь борется за медаль. Ну, пока, конечно, ближе к бронзе, но потому что ведет 4-1, Якупова... Стоп! Ну, если она у Довиченко проигрывала, тоже 3-4 укола, даже был, по-моему, разрыв, если я не ошибаюсь, то, наверное, она сможет и с Якуповой справиться. С кого начнем представление в перерыве? Ну, так как Полина Казаева приходит на домашней арене, то начнем, наверное, с гостей. Да, логично. Ну, вот Ралина Якупова, гроза авторитетов нашей, как я ее назвал, она 2002 года рождения, 29 октября родилась, то есть, понятно, значит, что ей 14 лет, соответственно, причем было совсем недавно. В этом сезоне она занимает 22-е место в рейтинге кадетском. Ну, на домашней арене, на турнире «Золотая осень» 28 сентября, который проходил, она выиграла эти соревнования. Ну, вот, собственно, это был самый большой ее успех. В Санкт-Петербурге была в восьмерке на турнире «Анечка» в дворец, во всех остальных соревнованиях занимала места, ну, далекие, скажем так, от первых. Сегодня, я думаю, будет успех. Ну, сегодня уже успех. Ну, да, третьими дарами. Я бы даже сказал, больше, чем предыдущие все вместе взятые, поскольку она, даже если проиграет, наберет 30 очков, а у нее сейчас 13 только в рейтинге. Зато 4 укола в полуфинале, которые приближают ее к решающему поединку, где есть шанс на золото и, как минимум, серебро. Ну, пользуясь случаем, пока еще спортсменки не начали, напомню, опять же, что завтра командное соревнование, и у юношей, и у девушек два финала, и они начнутся, судя по расписанию, в 17 часов. Я почему говорю, судя по расписанию, потому что непривычно просто много спортсменов заявилось. На самом деле, сегодня небольшую корректировку внесли организаторы, и в 16 часов начнутся завтра командные соревнования. Финалы? Финалы командные соревнования, да, разумеется. То есть, чуть пораньше, видимо, как-то изменили формат и успеют в 4 часа уже отфехтовать. Ну, да, буквально в полтора раза больше народу, чем на предыдущий турнир в Сочи приехало. Вот у девушек 123 человека, а в Сочи фехтовало 181. У юношей было вчера 160, а в Сочи 106. Поэтому и команда заявилась, по-моему, у юноши 32 команды, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Я видел представителей регионов, такого как Челябинск, не совсем типичный рапирный регион. Вообще даже не помню, где он до этого был. Ну, это радует. Да, конечно, шампуляризация фехтования работает. Мы сейчас и смотрим на фехтование в торговом центре, как тоже, я думаю, шаг к тому, чтобы фехтование стало более таким известным спортом. Ну, и, конечно же, победы на Олимпийских играх последних наших спортсменов тоже, я думаю, дали толчок к развитию спорта в других регионах. Ну, уверенно, сейчас ралли на Якуб выйдет вперед. Я еще, наверное, хочу заметить, ну, чтобы вы не думали, что фехтование в торговом центре, это означает, что вокруг ходят люди с тележками, набитыми продуктами. Ну, нет, конечно, здесь Мегагрин – это огромный торгово-развлекательный комплекс, 8 этажей, по-моему, 7 вверх, один еще и подземный есть. И здесь на шестом этаже есть такой концертный зал называется, ну, в том числе и вот зал, где проходят финалы. Но трансляция идет на мониторы, которые установлены в торговом центре, и те, кто хочет, могут действительно подняться, зайти и посмотреть. Плюс есть такие афишки, указатели, так что желающие обязательно находят место. Но, с другой стороны, все-таки это отделено от покупателей. Никто никому не мешает, ни они фехтовальщики, ни фехтовальщики. Шипоголиков. 6-1 на дорожке, 6-2 на дорожке. Полина Казаева наносит второй укол. Заждались, конечно, болельщики, которых очень много здесь. Наверное, вот с трех минутки, после первой трех минутки, не было уколов, не было больше Полины. И вот на исходе первого, начале второго периода, Полина наносит уже даже два укола, 6-3. Прорвало, так? Начали. Ну, немножечко. Полина Казаева, ну, пока да. Ну, вот сейчас она тоже атакует. Более смело стала действовать, чаще атаковать. Нашла, может быть, какой-то брешь в защите Раллины Лекуповой. Стоп, контратака белая. Вот, да. Диана Таласова, арбитр этой встречи. Цельно и собрано слышу подсказку от тренера Полины Казаевой. Ну, конечно, нужно собираться, ведь счет сейчас не в пользу спортсменка из Курской области. Начали. Со скачком Раллина Якубова пыталась вызвать на себя спортсменку, которая выступает сейчас на домашней дорожке, но та не пошла, белый фонарь. Сейчас в основном проходит на левой половине боя, на половине Раллины Якубовой. Ну, вот сейчас она седьмой укол наносит. К бою готовы. Сама пошла вперед, да, чуть смелее, и вот у нас седьмой укол. Мы видим, дивиденды приносит. Смелость и снова в атаке Казаева. И снова белый фонарь. Горит, вот защитилась, взяла защиту Раллина Якубова. Прессингует Полина, попадает в защиту к Якубовой, ответ недействительный. А вчера в соревнованиях юношей, наоборот, сенсации абсолютно не произошло. Те спортсмены, которые занимали первые четыре места, ну, если не считать, которые не выступавшего здесь Кирилла Бородачева, они вышли в полуфинал. Вот, и в результате и распределили между собой эти места. Первым стал, напомним, Владислав Мыльников, представитель Курской области. Вторым Антон Бородачев. Ну, вот, кстати, то, что он стал вторым, ему не хватило этих самых девяти очков для того, чтобы попасть в состав сборной команды России. Ну, я не знаю состава, скажу вам, но просто по... Сейчас показывает мой коллега. Да, Денис, что... Небольшая пауза на дорожке у нас. 5-7 сейчас встал. Ну, я тогда пока закончу, пока это пауза. Вот, то есть не хватило вот этих самых очков Антону Бородачеву. Я не могу сказать, конечно, какой будет состав, но просто по системе отбора в этом возрасте указано, что первые четыре места, первые четыре спортсмена по результатам рейтинга и попадают в сборную команды страны. Но, разумеется, на тренировочный сбор привлекается большее количество участников. Ну, дай бог что-то случится, и травма, и еще что-то. И вот первые четыре места занимают Владислав Мыльников, Иван Трошин, Кирилл Бородачев и Данила Кравцов. Ну, повторюсь, это неофициальная справочная просто информация, которую вы все можете увидеть на сайте Федерации в базе данных. А тем временем... Казаева, да, шестой укол уже наносит, и преимущество минимальное у Ролины Якуповой, так сказать, подравнивает ситуацию. Казаева возрождает интригу. Начали. Якупова проспала вот эти все последние три укола. Слой готовы. Собралась, послушала тренера Полина. Вот сейчас Якупова сама атакует, но получает укол от Полины, несогласно с решением арбитра Якупова, отправляется Диана смотреть повтор. 7-7 и 46 секунд остается. У нас, напомню, что Полина... Какая поддержка у Полины? Она кричит Полина, но против нее Ролина, и такой... Из-за того, что все кричат одновременно не очень слитно, кажется, что, может быть, и не Полина они кричат. Полина против нее Ролина лидировала в рейтинге Аделина. В десятке была Ангелина. Это Кононова, как у Форзянова, Элина. 8-6, изменили решение судьи. Седьмой укол отменили, присудили восьмой Якуповой. Но седьмой сама наносит уже Казаева. Хоть и два фонаря, но тут чисто сама действовала спортсменка из Курской области. И нет никаких сомнений, что укол зачитан верно. Готовы? А еще в четверть финале была Виталина. У нас возвращается Каменам, чтобы покончить с этим. 30 секунд остается. Полина атакует, подает защиту. И пара трипост у нас. Один фонарь. Ролина Якупова вновь. Состает себе небольшое преимущество. Фреска очень ворвалась в дистанцию Якупова. 10-7. Снова преимущество спортсменки Сатарстана. Идет вперед. Попадает в защиту. Казаева сама медленно-медленно прижимает оппонента. Там парад. Ответа нет. Масса оторвалась, да? Да. Провод, соединяющий маску и электрокуртку. Отлетел. Такое часто мы видим на сабле и на фехтовании. Так сказать, с недавних пор. Снова Казаева прижимает в оперницу. Да, остается все 4 секунды. Готово. Ролина Якупова. У самой границы боя. Ну, все. Согласились спортсменки на минутный перерыв. Ну, и надо представить за это время Полину Казаеву. Ну, большого представления, наверное, не будет. Потому что и у Полины нет больших таких успехов в этом сезоне. Она 2001 года рождения. 19 сентября родилась. То есть ей сейчас 15 лет. Максимальный успех на турнире Анечка. В Дворец Санкт-Петербурге заняла третье место. Ну, в других соревнованиях, которые в рейтинговые были, она в восьмерку не входила. Там по 2-4 очка набирала. В итоге 14 место в кадетском рейтинге. Ну, вот это наивысшее место среди всех участниц полуфинала. Ну, пока и она может, вот если смотреть на текущую ситуацию, которая на дорожке, оказаться ниже, чем другие места. Статистика сегодня у нас вообще спит, наверное. Забыла о существовании. Да, пошла гулять по центру Мегагрин, видимо. Вот есть на что посмотреть. А также на коньках покататься, в боулинг поиграть. Но фехтовать приходится спортсменки Старстана. И представительница Курской области к бою призывает судья. Поправляет волосы Арлины Якупова. Ну, даже в случае победы Полина Казаева вообще во всем турнире, я посмотрел, она не наберет достаточного количества очков, чтобы претендовать на место в сборную. У нее будет максимум 76. Александра Сундучкова, уступившая в четвертьфинале, пополнит свою копилку. 21 очка еще добавит к себе. И тем самым у нее будет их более 80. Ну и Валерия Рассолова, которая была третья, она уступила в 1-8 финала. Это означает 12 очков. И у нее будет, по идее, тогда 78 очков. Если я, конечно, не упустил какой-то нюанс. Такое тоже бывает. Наконец-то вернулись на дорожку. В спортсменке очень долго Ралина работала над прической. Ну, наверное, еще пару лишних секунд. Может, ей не помешает для отдыха. Да там даже не пару секунд, так 30. Спортсменка Татарстана выиграла для себя. Но это соперница, которой перерыв идет на пользу. Ведь восьмой укол наносит именно Полина. 8-10 минус 2. Ну вот как раз в четвертьфинале Полина Казаева во второй половине боя сумела ликвидировать разрыв, а потом на приоритете нанесла и победный укол. Ну и вот сейчас тоже она сокращает разрыв в счете, пытается догнать. Уходит в атаку, да, влетает в защиту к Якуповой. Теперь та сама уже идет в атаку, но сложные вызовы делает. И потом уверена сама девятая уколность Казаева. Снова минимальное преимущество у спортсменки Татарстана. Да, такое уже бывало. Потом Ралине Якуповой удалось несколько уйти вперед. Ну, как видите, Полина. Да, защита ответа была в исполнении Ралины Якуповой. Счет сохранился прежним, потому что она попала в непоражаемую поверхность. А болельщики-то уже обрадовались. А вот сейчас радости есть место, потому что равенство 10-10. Да, 10-10 и 2 минуты 18 секунд до конца третьего периода. Потому что если равенство останется, неважно с этим счетом или с другим, будет назначена дополнительная минута приоритета. Вот да, Полина выходит вперед. Он впервые в этом бою. Готовы. Да, да, да. Впервые. И сейчас сама атаковала. Начали. Одиннадцатый укол нанесла. Может быть, конечно, и силой заканчиваются у Ралины. Готовы. Много она отдала в предыдущих поединках. Сундучковой, Петровой, Куклиной, Охлоповой. Вот вопрос поступил. Это финал уже. Ну, дело в том, что фехтование финалом в личных соревнованиях называются поединки четырех сильнейших спортсменов. То есть полуфиналы и финал. То есть финальная часть. То есть, собственно, финал будет спустя 10 минут после окончания этого боя. Вот. Ну, кстати, в командных соревнованиях финалом называется именно финал. Ну, вот такие, да, есть свои тонкости, сложности. Не перепутайте. А так это полуфинальный бой сейчас идет. А ну, а в первом полуфинале, напомним, победу одержала курская фехтовальщица Влада Миронова, которая ждет соперника. И снова мы наблюдаем уже преимущество Якуповой, потому что сравняла счет спортсменка Старстана, вышла вперед. Но с последним уколом не согласна. Курская спортсменка. И смотрим видео повтор. Да, курская школа фехтования очень известна, причем раньше она была только в городе Курчатов, сосредоточена в Курской области, откуда и вышли и Инна Дереглазова, и Евгения Ламанова, наши олимпийские чемпионки, чемпионка мира и Европы Яна Розавина. Но сейчас отделение открылось в Курске, Евгения Ламанова, точнее школа открылась в Курске, Евгения Ламанова ее возглавляет. И, кстати, она, по-моему, руководит оргкомитетом этого соревнования. А еще Евгения Ламанова в 2000 году была победительницей первенства России среди кадетов. То есть сама выиграла этот турнир. А через 8 лет после этого выиграла олимпийское золото в Пекине в составе нашей великолепной команды, где были Виктория Никишина, Аида Шанаева вместе с Евгением Ламанова и Светлана Бойко. Но тем временем 12-12. Да, сравнял счет Казаева. Очень упорно идет полуфинал, как и второй. Каждый укол очень-очень долго разыгрывается. Постоянно спортсменки в напряжении. Сейчас я вспомнил Светлану Бойко и вспомнил, что мы говорили о родителях и детях. И вот хочу сказать, что в эту субботу дочь Светланы Бойко Белла Кулаева выиграла этап юниорского кубка мира по рапире среди девушек, кстати. Вот еще такое продолжение темы небольшое. Тем временем Ралина Якупова вышла вперед 13-12. Обещаю больше не отвлекаться до конца этого боя. Кульминация этого поединка. Да, минуту 20 осталось. Или 3 или 2 укола нужно нанести. Должна нанести Ралина Якупова. По линии Казаевой 3. Ну, я говорю, 3 или 2. Пока не получается. Якупова идет сейчас в прессинг. Отдвигает от задней линии оппонентку. Та в ответ, но идет. Нет укола. Якупова снова подбирает дистанцию. И есть у нас. Так, интересно. Мне показалось, что все-таки Ралина Якупова нанесла укол. Ну, там не было защиты, как мне кажется. Да, защита мне показалась. Вот смотрим. Да, чистый укол. Пыталась поймать оружие Казаева. Ну, наше слово здесь ничего не значит, что скажет судья. Судьи там совещаются. Может, не так-то все и просто. Долго высматривают. Защита ответ. Защита ответ. Вот так вот. Тут песня Высоцкого как-то хорошо подходит. 13-13. И 14. Без всяких вопросов. Один фонарь зажгла Полина Казаева. И один укол до Курского финала. И Купова подбирает дистанцию. Сама сейчас мы вперед. И 15-й Курский финал. Потрясающий поединок. Ну что, на 10 минут мы прервемся. И нас ждет потом финал Полины Казаева-Влада Миронова. До встречи в финале. Финальная встреча состоится через 10 минут. Разрешен. Продолжение следует...